Здравствуйте, меня зовут Людмила Фролова. В эфире еженедельный выпуск новостей о самых ярких событиях из жизни Гайского округа за прошедшие 7 дней. Вы узнаете прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ГАИ-6 квартир на Ленина 20 залило кипятком. Дело в том, что часть системы отопления трехэтажки находится на крыше, там, где уже несколько месяцев проводится капитальный ремонт. Дело в том, что у нас делают ремонт крыши уже, я не знаю, по-моему, с декабря месяца. Первая бригада у них, когда нам каналеку прорвало, они ударили трубы. У нас дело в том, что на крыше находятся канализационные трубы, отопительные трубы, полностью все. То перебьют провода, то канализацию. Мы предупредили, не трогайте трубы, провода. Если вы что-то задели, скажите нам сразу. Сегодня утром был грохот, очень сильный, в 3 часа, ой, не утром, а в 3 часа был грохот. И все, соседи побегали по стыку. Дело в том, что на третьем этаже затопила бабушку, она не может ходить. Она была полностью в кипятке. У нее и в зале, и в прихожке, и на кухне тек кипяток с крыши. Мы не могли ни до кого достучаться сверху. Не можем дозвониться до их, как сказать, начальника, чтобы как-то приехал, что-то сделал. Кое-как вызвали мы свою аварийную службу, потому что номер телефона, который на доме написан, в доме, в подъезде, он не в доступе. Как быстро удалось остановить течь? В течение полтора часа. То есть полтора часа тек кипяток? Да. А сколько квартир в итоге затопило? Шесть квартир. Помимо того, что вызвали аварийку, какие еще действия предприняли? Приехали электрики, приехала полиция, составляют акты, описали. Управляющую компанию звонили? Управляющую компанию тоже звонили, подъезжали, но подъезжали не сами начальники, а подъезжали работники. Сейчас дом полностью обесточен, а жители подъезда находятся в полной растерянности. В свою очередь из областного центра в ГАИ направляется специалист фонда модернизации. По факту, у коммунальной аварии будет проведена независимая экспертиза. Вопрос о возмещении материального ущерба будет решаться по ее результатам. В ГАИ на базе клиентской службы отделения социального фонда России открылся первый в области. Центр общения старшего поколения. Открытие стало возможным, поскольку наш регион вошел в пилотный проект фонда. Площадкой для его реализации ГАИ тоже стал не случайно. Первая причина довольно, можно сказать, такая обычная, наверное, обыденная, что здесь в наличии есть достаточное помещение, которое находится в федеральной собственности. И, естественно, никаких затрат мы по аренде не понесем. И есть возможность распоряжаться вот таким образом, как мы посчитаем необходимым. Это первая причина. Ну и тоже первая причина, это, конечно, поддержка администрации, очень активной, и самого главы ГАИского округа, Совета ветеранов. Как вы видите, очень организованно сейчас Николай Григорьевич, в общем-то, всех председателей первичных организаций ветеранских сегодня пригласил. Мы же понимаем, что за всеми этими председателями ветеранских организаций еще большая-большая такая группа пенсионеров, которые будут, наверное, нуждаться вот именно в общении и пользоваться вот этим центром. В офисе клиентской службы для центра выделено специальное помещение, оснащенное необходимой мебелью и оргтехникой. Во втором зале – спортивный инвентарь для того, чтобы гайчане серебряного возраста смогли проводить досуг не только интересно, но и полезно для здоровья. Краткосрочный и долгосрочный план работы, центр общения, он разработан, что в себя включает? Да, план общения разработан, он согласован с администрацией. Ну и, как мы сегодня говорили, вступительные условия, вот в ходе общения – это, прежде всего, компьютерная грамотность, финансовая грамотность, юридические бесплатные услуги и организация досуга, и возможность проявить в себя свои способности тем пенсионерам, которые пожелают и поделки, и картины. Ну и просто нормальное общение и возможность даже во время и после приема в клиентской службе прийти здесь в уголочке, попить чаек, кофеек и как-то дальше заниматься своими делами. По отзывам первых посетителей, открытие центра – событие радостное и значимое для них. Теперь в распоряжении гайчан есть еще одно место, где можно реализовать творческие идеи, повысить финансовую и правовую грамотность, пообщаться друг с другом. Люди серебряного возраста действительно нуждаются в этом общении, дружеском, вне семьи, каких-то рабочих отношений? Конечно, ой, еще как нуждаются. Как проводите досуг? Как проводим? Мы, значит, вот мы когда ходим, у нас и психолог есть, мы занимаемся физкультурой, ходим на фок, ходим на тренажеры, там всякие поделки делаем, песни поем, да-да-да. Воспользоваться услугами центра общения могут люди старше 55 лет. Телефон для справок 835362-40143. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа завершено расследование уголовного дела по факту пожара в пустующем корпусе железнодорожного вокзала, повлекшем смерть трех вахтовиков в возрасте 17, 32 и 42 лет. Два из них приехали из Оренбургской области и еще один из Башкирии. Отметим, что один из оренбуржцев был жителем поселка Ириклинский Гайского округа. Трагедия произошла 22 декабря 2021 года ночью в подсобном помещении здания, находящемся на капитальном ремонте. Из-за замыкания электропроводки произошел пожар. Экспертиза показала, что смерть вахтовиков наступила от острого отравления окисью углерода. За смерть рабочих ответит мужчина, который по договору субподряда осуществлял комплекс работ по монтажу и наладке силового электрооборудования в данном здании. На него также была возложена ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. В ту роковую ночь в здании никого быть не должно, но обвиняемый разрешил вахтовикам поселиться в помещении ЖД вокзала. Следствие посчитало, что проявленная мужчиной небрежность повлекла смерть рабочих. Сейчас материалы дела переданы в суд. Гайская межрайонная прокуратура на основании жалобы жителя поселка Ириклинский провела проверку законности начисления платы за полив земельного участка в МУП «Сельские коммуникации» Гайского городского округа. В ходе нее выяснилось, что плата за водоснабжение начислялась, исходя из площади земельного участка, включая площадь объектов недвижимости, которые поливу не подлежат. Незаконное начисление коснулось и других жителей Ириклинского. В целях устранения выявленных нарушений прокуратуры в адрес директора МУП «Сельские коммуникации» Гайского городского округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, сельчанам пересчитали суммы в квитанциях, разумеется, в меньшую сторону. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». В Гайском городском округе продолжается работа по увековечиванию памяти погибших воинов. Так, в администрации ведется учет воинских захоронений. В настоящее время идет работа по их паспортизации и постановке на кадастровый учет. Кроме того, на городском кладбище определен специальный участок под воинские захоронения. На сегодняшний день в округе 17 могил, где похоронены жители округа, погибшие в ходе афганской войны и операции на Северном Кавказе и СВО. Они расположены на христианских и мусульманских кладбищах Гайского городского округа. Гайское отделение скорой медицинской помощи вошло в состав восточной зоны обслуживания с единой диспетчерской службы, расположенной в Орске. Теперь звонки гайчан направляются диспетчеру из соседнего города. Причиной создания единых диспетчерских служб является повышение оперативности и оказание помощи пациентам. Диспетчер на видеотабло видит, где работают бригады скорой и выбирает оптимальный маршрут. Поэтому не обязательно, что к гайчанам прибудет автомобиль скорой из ГАЭ, если ближе окажется автомобиль другого отделения. По информации Министерства здравоохранения, в регионе созданы три зоны обслуживания – центральная, западная и восточная. Единая диспетчерская служба в круглосуточном режиме контролирует и мониторит оперативную обстановку восточной зоны. При этом отмечено, что сокращения коллектива и уменьшения автомобилей скорой помощи в ГАЭ не было. В настоящее время задействованы восемь автомобилей, в том числе один новый. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше интересных новостей опубликованы на сайте гай.рф. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok